Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровление. Сегодня перед вами моя жена Маргарита Закурдаева и я, Александр Закурдаев. Как и многие другие, мы находимся в режиме самоизоляции, сидим практически дома, не выходя на улицу. И это обстоятельство привело к тому, что нам пришлось внести коррективы в свой образ жизни. Какие изменения произошли? До этого еще, до эпидемии коронавируса, мы ходили каждый день гулять. Ну, это, конечно, были не только так медленные хождения. Мы фактически превратили свое гуляние в режим тренировки. И во время такой тренировки мы ходили быстрым шагом в течение 50 минут каждый день и делали это начиная с октября 2019 года. К такому режиму мы привыкли, но тут внесли такие ограничения в нас образ жизни. И нам пришлось думать, как нам заниматься дома такой тренировкой в ограниченных условиях, когда места в комнате достаточно мало. И в то же время надо стараться вот такой режим быстрой ходьбы соблюдать дома. Ну, что мы для этого сделали? Прежде всего, у многих людей, которые попали в условия вот такой ограниченной подвижности, у них возникает опасность вот такого явления, которое называется ожирением. Потому что подвижности мало, еды люди потребляют столько же, сколько они потребляли и раньше. Но из-за того, что подвижности мало, у людей начинается увеличение веса, ну и как отдаленные последствия это ожирение. Почему важна ходьба для того, чтобы избежать ожирения? Потому что при ходьбе у человека активизируется фермент липаза. Этот фермент расщепляет жир на маленькие жирные частицы, и их используют мышцы и печень. Этот фермент активизируется с помощью гормона адреналина. Это гормон физической активности. Если человек будет в день ходить один час непрерывно, то фермент липаза продолжает действовать в течение 12 часов. Это достаточно долго. Но для того, чтобы более эффективно заставлять этот фермент работать, мы начали ходить таким быстрым шагом, быстрым темпом. Как это делает, вот несколько слов скажет Маргарита. Как сказал Александр, я начала ходить вот так быстрым шагом с октября месяца 2019 года. Очень скоро я заметила, что такая тренировка идет на пользу. Идет снижение веса постоянно немножко, понемногу, не так быстро. Но поскольку мы уходили каждый день по 50 минут, снижение веса было ощутимо. Но в плане пищевого рациона я ничего не меняла. Просто ходила быстрым шагом. Во время вот такой изоляции я поняла, что мне не следует бросать такую тренировку, потому что жалко было бросать то, что приводило к очень хорошему результату, без всяких усилий с моей стороны. Но усилие только одно. Конечно, волю включать надо для того, чтобы ходить и тренироваться. Конечно, усилия волевые были приложены. Но не чрезмерно. Поэтому я стала думать, что же мне делать. И я решила ходить дома. Ходить я решила попробовать просто босиком. Если на улице, конечно, вы ходите в спортивные обуви, то здесь я ходила босиком. Для того, чтобы задействовать все биологически активные точки на подошве. Вы знаете, какое их там количество на подошве. Что тоже благотворно сказывается на здоровье. Еще я прибегла к такому методу для снижения веса. Во-первых, я думала не то, что о снижении, а просто о том, чтобы не добавить к тому, что достигла. Я стала съедать в обед, во время обеда, не два кусочка бездрожжевого ржаного хлеба, а только один. И поверьте, этого достаточно. Совершенно не чувствовалось никакого голода, ничего. Но эффект стал наблюдаться и после того, как я стала ходить дома просто в комнате быстрым шагом и убавила количество потребляемого хлеба, очень существенно. Поэтому вот такой фактор не нужно исключать, если вам требуется снижение веса. Вот. И еще скажу об одном моменте, который надо тоже учитывать. Каждое утро я делаю довольно серьезную физическую зарядку. И в эту физическую зарядку я включаю очень активные упражнения для укрепления мышц, связок, растяжки для ног. В общем, тренирую разные группы мышц, ног. Делаю растяжки, круговые движения, стопой и ногами. Различные движения, такие нагрузки, чтобы ноги были в порядке. И потом я спокойно могу ходить очень долго. Я желаю вам добавить вот такие активные упражнения в зарядку и попробовать вот такое быстрое хождение, которое я покажу. Например, как я это делаю. Я добавлю несколько слов. Фактически то, что сейчас рассказала Маргарита, это есть рецепт стройности от Маргариты. Если вы будете вот это все делать, то вы будете таким же стройной, как она. Ну, если добавить, что возраст, ну, скажем так, 60 плюс, то это совсем неплохо. Я считаю, это тоже каким-то своим достижением. Ну, конечно. 67 килограмм – это хорошее достижение. Я желаю вам тоже добиться желаемых результатов. И желаю никогда вам не произносить слово «болезнь», «боль». Никогда. Это существует состояние здоровья. Вот. Если оно у вас не удовлетворяет, то это всего лишь состояние. Его можно улучшить. И никогда не произносите этих ненужных в нашем лексиконе слов. И в нашем жизни только мешает нам. Вам нужно добиваться положительных эмоций. А эти слова, они только ухудшают состояние. Значит, сейчас Маргарита вам покажет, как она ходит. Перед началом нашей импровизированной прогулки советую вам хорошо проветрить комнату. В руки я взяла упаковку от пленки, чтобы показать вам, как я буду имитировать скандинавскую ходьбу. Как бы руки должны отклоняться у вас примерно, прямые руки, на угол 45 градусов, не выше. То есть мы сильно так вот размахивать не будем, а будем слегка поднимать вот эти руки до 45 градусов. Для того, чтобы работал плечевой пояс и нагрузка была еще и бы на плечевой пояс. Как я уже сказала, я хожу босиком. Советую вам то же самое делать. Обувь тут только мешает. Хожу я примерно 40-45 минут. Иногда и 50. И так каждый день. Я вам желаю того же самого, но не сразу. Если кто не ходил в таком темпе, начинайте с небольшого количества. По 10 минут и каждый день добавляйте понемногу. Желаю вам здоровья. Ну вот, Маргарита вам показала, как она ходит. Но теперь настала моя очередь показывать вам, как хожу я. Это несколько будет по-другому. Ну, теперь подошла моя очередь. Я вам буду показывать тот способ ходьбы, который больше, наверное, устроит мужчин. Ну, в руках у меня та же самая упаковка от пищевой пленки. Это от другой какой-то пленки. И вот я тоже их буду использовать. Многим мужчинам пришлось в своей жизни много, наверное, маршировать. Вот этот способ ходьбы я буду вам и показывать. Ну, конечно, с некоторыми отклонениями. Значит, надо обратить внимание, что в этом способе ходьбы у вас коленки должны подниматься достаточно высоко. Ну, давайте мы с вами пойдем. Вот я сначала начинаю ходить на месте таким образом. Вот. Так ходить можно очень долго. Если вы хотите продвигаться, то разворачивайтесь. Маршируйте вот так вот немножко при диагонали. Потом поворачивайтесь. Идите в обратную сторону. Таким образом можно ходить очень долго. Ну, поскольку все люди занятые, то я еще разок пройду вот эту диагональ. И на этом ходьбу закончим. То есть, вы понимаете, что ходить надо непрерывно достаточно долго. Еще одно упражнение, которое можно делать в домашних условиях, я его уже показывал в одном видеоролике, это полуприседание. То есть, некоторым людям у них не позволяет приседать полностью, поскольку у них суставы не так работают хорошо, как в молодости. Тем не менее, вот такое упражнение, как полуприседание, вы можете делать регулярно. Я делаю перед завтраком, перед обедом и перед ужином. И повторяю это упражнение столько раз, сколько мне лет. Ну, мне уже в следующем месяце будет 75 лет. Вот я сделаю сейчас 75 таких полуприседаний. И вы посмотрите, что это достаточно легко и просто. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы. с вами были Маргарита и Александр Закурдаевы. Всего вам доброго. Спасибо. Ну ладно. Сейчас. А что я нормально все рассказала. Спасибо. Спасибо.